Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Спасибо большое Есть такое писание одно из 64 видов предного служения Носить Гириланда Божество Акụ ситуацию Спасибо большое что Вы занимаете меня этим служением Алly А так, сегодня мы будем читать Гран-дар-дажаще. Жимат Бхагавакам Еще раз давай Да, да, да. Мы читаем Гранда Раджимат Бхагаватам Шриладвайапана Вьясадевы. В переводе с комментариями о Божественной Милосте Ачего Всередом Хасами Шриладвайапана. И сегодня мы читаем песню шестую. Она называется «Обязанности человека». Глава первая. История жизни Аджамилы. И сегодня у нас текст номер шестнадцать. Параллельно переводят или надо? Останем параллельно. И вначале мы читаем трансцендентный дневник. Все слышат, что она переводит? То есть мне можно... Включить микрофон. Микрофон, вывод ли это там? Работать будет. Нам практически не слышно. А ее слышно? Потому что если я буду говорить, и она будет говорить, не слышно будет никого. Не, я как вам. И лишь бы ее было слышно. Так, я должен читать вот здесь бумажечкой. И что? Да, да, там заправка есть. И? С какого места? Там, где она просит, по поводу. Трансцендентный дневник Харишаури Прабу. Если я буду читать, она поражена, то вам не будет. Понятно. Хорошо. Мадрас, 2 января 1976 года. Существует множество воплощений Бога, включая Кришну. Кришна поведал миру Бхагавадгиту. Это не значит, что Он не описал себя воплощений. Или Прабхупада прервал его. Я уже объяснял это. А кто из источников всех воплощений? Бог. Бог. А Бог это Кришна. Вы это не знаете? Следует понимать это. Арама, не Бог, Бог. Воплощение означает что-то воплощение. Кто это Личность? Это Кришна. Вот и все. Очень печально, если вы этого не знаете. Прозвучал последний вопрос. Обязательно ли проходить через все три Ашама, Брамачаря, Грихасхава, Напрасхава, прежде чем прийти к Санясе? Браман должен пройти через четыре Ашама. Сначала стать Брамачарем, потом Грихасхава, потом Напрасхава, потом принять Санясу. Для Кшатрия предписано Брамачаре, Грихасхава, Напрасхава. Для Ващи Брамачаря и Грихасха. А для Шудр только Грихасхава. Это естественный процесс, но не важно, кто вы – Браман, Кшатрия, Ваща или Шудра. Если вы принимаете сознание Кришны, сознание Кришны разрешает вас над всеми правилами и предписаниями. Ответ Прабхупады был принят с воодушевлением, поскольку здесь, в Мадрасе, правительство прилагает систематические усилия по искореннению отжившей кастовой системы. Однако попытки установить равенство общества часто приводили к дискриминации касты Браманов. Прабхупады же описал истинную основу всеобщего равенства, которое не нарушит общественного спокойствия. Чива Прабхупады Китяя. Кришна. У всех есть наушнички? Угу. Так, давайте перейдем к Шмадбхагаватам. Давайте произвести антру перед чтением книги. Омнамо Бхагавате Васудривая Омнамо Бхагавате Васудривая Омнамо Бхагавате Васудривая Омнамо Бхагавате Васудривая Итак, песня 6, глава 1, текст 16. Я почитаю санскрит. Нататхахьякаванраджан Пуятатапапаадимхи Ядхакришнарпитам пранас Таккурушани решаян Как пословный перевод? Надо читать, наверное, пословный перевод. Прочитайте, наверное, же, аккуратно. Читайте, да? Нататхахьякаванраджан Пуятатапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Продолжение следует... Итак, литературный перевод текста, Шивы Привопады. «О Царь, человек смоет все грехи, если будет служить истинному предному Господу, и научится в Нему отдавать всего себя от служения лотосным стопам Кришны. От греховной скверны нельзя очиститься ни подвижничеством, ни покаянием, ни бравочарей, ни прочими средствами искупления грехов, о которых я тебе рассказал». Комментарий Шивы Привопады. Тат-Пуруша – это духовный учитель и проводник сознания Кришны. В одной из песен Шивы Наратама Даса Такура есть такие слова «Чадья Вашнава Сева Настарапа Эчхи Кева». «Тот, кто не служит истинному духовному Учителю, совершенному Вашнаву никогда не сможет вырваться из сетей Майи». О том же самом говорится о многих ведических писаниях. Так в Пятой Песнишине в Бхагаватам 5-2 сказано, что «Тот, кто желает вырваться из плена Майи, должен общаться с чистым преданным, с Махатмой. Махатмами называют тех, кто все свое время отдает любовному служению Господу. О них Кришна говорит в Бхагавадгите 9-13. Перевод. «О сын Притхи – великие души неподвластной иллюзии, находящиеся под покровительством Божественной природы. Они поглощены преданным служением мне, ибо знаю, что я – Верховная Личность Бога, изначальная и не исчерпаемая». Главный признак Махатмы заключается в том, что он всего себя отдает в служение Кришне. Служа Махатме, ващнаму, мы очистимся от грехов, вновь обретем свое изначальное сознание, сознание Кришны и научимся любить Кришну. Все это плоды Махатмы Севы и, разумеется, слуги чистого преданного. Не надо беспокоиться о том, как искупить свои прошлые грехи. Это произойдет само собой. К преданному служению следует обращаться не ради какой-то ничтожной цели, как искупление грехов, а чтобы пробудить в себе любовь к Кришне. Когда мы начнем служить чистому преданному, последствия наших грехов исчезнут сами собой, подобно тому, как туман рассеивается с перерывными лучами солнца. Для этого не нужно прилагать особого усилия. Кришнар-питам-прана-га – это преданный, для которого главное служение Кришне, а не спастись от адских мух. Преданных называют Нарайна-парайна или Ваасудева-парайна. Подчеркиваю этим, что путь Ваасудева, путь преданного служения, стал для них целью и смыслом жизни. Нарайна-парайна-сарвана-кану-ку-таш-чана-бип-хяти. В Шимад-багаватам 6, 17, 28. Такие преданные без страха отправляются куда угодно. Их не заботят, достигнут ли они и высших планет, обретут освобождение, или окажутся на планетах Ада. Преданные Нарайна-парайна-парайна желают только одного, всегда и везде, помните о Кришне. Они не стремятся в рай и не боятся Ада. Их единственное желание – служить Кришне. Окажись преданной в Аду, он сочтет это за милость Господа. Он не станет роптать, а почему я, великий преданный Кришне, обречу маски и муки. Или все это милость Кришны, скажет он. Так думать может лишь преданный, который служит представителю Кришне. В этом секрет его успеха. Спасибо. 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 Бхархи Кришна. Очень интересные тексты и комментарии. И мы их обсудим сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы или темы для обсуждения, можете об этом сказать сейчас или попозже. Если что-то уже сейчас, пока нету, в любое время вы можете сказать о своих вопросах или темах. Итак, здесь эта глава, во-первых, шестая песня. Шила Пархупада выделял ее, поскольку здесь как раз история отжимела. Преданные ученики Пархупада рассказывали. К ним в храм приезжала коробка с книгами Пархупада раз в месяц. Из бибитей. Печатались новые книги. И приезжала какая-то служба доставки. Они привозили какие-то коробки или ящик такой. И они распространяли эти книги. Но в один день приехал большой грузовик. Там было очень много книг. Может быть, в пять или десять раз больше. Не помню сейчас. Очень много. И он приехал к храму. И человек на машине сказал, забирайте. Они сказали, это не для нас, у нас меньше десять раз. Это что-то ошибка какая-то. Он сказал, забирайте. Показал бумагу. Они забрали. И потом им позвонили и сказали, Пархупада хочешь, чтобы каждый житель земли прочитал шестую песню. Потому что здесь история отжимела. Поэтому книг напечатали в десять раз больше. Шестая песня. А почему? Здесь описывается величие Святого Имена. То есть мы поем Святое Имя на улицах. Здесь объясняется, что мы поем собственно. И коротко там в чем идея. Как раз там вот эта глава «История жизни Аджамилы», грустная история, как он пал. А потом начинается глава, которая называется «Вишнудуты». Вишнудуты спорят, защищают, по-моему, Аджамилу называется. И там история в том, что Аджамила, он был браманом, был хорошим преданным. И потом увидел, по-нашему говоря, порно-сцену. Он увидел секс. Сейчас уже детей вскоре, этим, может быть, не удивишь, но тогда это не было. Были льведические времена. И он пал, не мог забыть это. Люди тогда жили по-другому. Если они о чем-то думали, они же действовали соответственно. Они понимали, это моя реальность. Я должен это принять и подняться над этим. Проработать называется. Проработать. Поэтому, помните, панда, да? Панда тоже, он знал, что если он приблизится к жене, он умрет. И он приблизился и умер. Он что, слабак? Нет, он не слабак. Просто у них не было разницы между мыслями и действиями. Они целостная личность. Если мы думаем одно, делаем другое, да? Называется буклесить. Двойственность. И они этого не делали. Но в Кали-Югу нет реакции за мысли. Нам разрешается думать, что попало, и при этом Кали-Кришна повторять. В Кали-Югу нет наказания за мысли. А раньше были наказания за мысли. Как раз описывается, что за плохие мысли можно было попасть в ад. В ад попасть, достичь адских планет, просто неправильно думая. Нам это и не снилось. Если бы нам это включили, но мы тут стройными рядами бы пошли. Бхакти-Тиртка с вами, он говорил, очень смиренно говорил, я как-то получил Даршан и Мараджа. Я сказал, я тебя поймаю. И он сказал, уйдешь Санеси как-то. Он сказал, ну ты думаешь иногда о женщинах. Санеси не должен этого делать. Даже мысли. Но так или иначе, он в ад не попал. Но и Мараджа ему пришел. Стандарт Министерства Санеси. Материальная мысль должна быть уничтожена секунды за 3-5. Если ты обнаружил, ты можешь не замечать что-то. Ну, бывает, мы не замечаем. Знаете, бывает, что, допустим, холодно. Дождь идет, мы без зонта, и мы промокаем. И мы не замечаем, как там намкают четки, или там намокает мобильник. Потому что мы просто о другом думаем. Такое бывает. А если ты заметил, что он у тебя промокает, надо что-то делать. Я помню, потерял часы, и даже потерял один компьютер из-за дождя. Он промок под дождем. Очень сильный был дождь, и у меня промок компьютер, и мне пришлось его выбросить. И часы тоже пропадали. Зонтика не взял, пошел дождь неожиданно, на берегу моря, который бывает. Поэтому, если ты обнаружил, стандарт Министерства Саняши, если ты обнаружил, что что-то не так, материальная мысль, может быть, ты просто смотришь на какую-то машину, и говоришь, классная машина, вот это да, вот это цепелин. Ну, и так далее. То тебе дается 3-5 секунд, и ты должен с этим закончить. Грехаском разрешается мечтать о материальном целую жизнь. Хочу дом построить, хочу, чтобы дети были там. Грехаском можно, а Саняся нельзя. Еще раз повторюсь, когда заметил, искренне Саняся скажет, потому что у него все инструменты, то есть это квалификация. Он просто говорит, там, все, раз, и нет этой мысли. Ее можно легко закончить. По крайней мере, опытный преданный, через концентрацию достигает это за несколько секунд. То есть мы съезжаем с дороги, едем, заснули, я помню, ездил на машине и бросил, потому что я засыпал просто. Я как садился, сразу спал. Иногда я просыпался от того, что я уже начинал на обочину съезжать, или меня обгоняла такая большущая фура, что очень большая, я ее вообще не видел. Я думаю, о, я серьезно заснул на дороге. Я подумал, это опасно для жизни, и бросил увозить машину. Мы ездим на автобусах. Шива Прабхупада тоже у него, когда он был бизнесменом в Индии, у него было несколько машин, он не водил машину. У Индии считается, что это слишком работа шудр, надо нанять сюда небольшие пальцы. Водителя пусть водит. Да, один раз для путешествий, мне Гуру сказал, ездим на машине. Возить с собой божества. Я так до сих пор не смог это сделать. И я преданным подарил мне машинку, такую машину, тихо-тихо-тихо, какую-то Тойотку маленькую. И приехал какой-то Брамачарий, и я сказал, давай, будешь моим водителем. И я пришел регистрировать машину. И на меня в офисе посмотрели и сказали, я разрегистрирую, вот давайте, регистрация машины. Они говорят, а у вас права есть? Я говорю, нет. Они говорят, а зачем вам машина? Я удивленно говорю, водитель будет водить. Это очень богатый город. Очень богатый. В одной стране самый богатый город. Ну, может быть, второй. Ну, самый богатый, по сути. И они просто совершенно спокойно. Я пришел в неглаженной майке и сказал, что у меня водитель водит. И они проглотили. То есть там богатые, очень богатые, то есть там не водят машину. То есть я не водил. Мы потом Брамачарий сказал, что хочет жениться, и так. И я ему машину подождал. Уезжай, я не буду на ней. И так далее. Было очень интересно. Итак, идея заключается в том, что за плохие мысли можно пойти в ад в любое время, кроме Кали-юги. В Кали-югу посрят посрят. За плохие слова идет половина реакции. Не вся, а половина. Обычно за слова там уже больше. А за физический поступок вся реакция идет 100%. Еще раз, мысли новые реакции. Ну, кроме того, что они могут материализоваться, прорасти. Потом слова 50%, а поступки 100% реакции. В Кали-югу. Поэтому, как говорил Шилани Ранжи Насами, опытный, серьезный вайшнав, он не выводит плохие мысли даже на уровень слов. Начинается реакция. Мудрый вайшнав, он может подумать, но можно с этим разобраться. Панду погиб, да? И Аджамила, Аджамила, он имел мысли, и он начал с ними работать. Начал их прорабатывать. Как-то раз, читая Чандра Чандра Пробоги из духовных учителей нашего движения, он лекции читал. Тогда он еще гуру не был. Правду говорил. Сейчас он должен вести себя так, что гуру есть стандарт поведения, знаете, дополнительный. Если кто-то станет гуру, узнаете, ох, там дополнительные стандарты поведения. А тогда он был просто проповедник, просто премьер. Старший. И он как-то спросил у предных, «У вас бывают взлеты и падения?» Описывается в этом. Группа Госвами, унитарь преданности и так далее. Ваша духовная жизнь то вверх, то вниз, то на волне, то под волной. Предный скажет, «Да, бывает». Он говорит, «А вы, наверное, считаете, что когда у вас самая высокая часть волны, то это вы и есть. Вот я приехал в Дхаму, и я читаю джапу часами, мне все это нравится. И вот это я и есть». Он говорит, «Это стандартная ошибка всех предных. Надо посмотреть, самое низкое место и сказать, вот это я и есть». То есть вы листите себя. И так же поступила Джамила. Он сказал, «Ну вот, да». Так же Панду сказал, «Ну, что есть, то есть». То есть надо проработать. Мы можем пытаться избежать, мы можем обманывать себя. Условленная душа обманывает себя, обманывает других. Недостаток. Но не нужно обманывать себя, нужно взять и проработать эти все вещи. То есть Кришна говорит, Шила Прабхупада говорит, «Оставайтесь сами с собой, но принесите Кришну в свою жизнь». То есть надо проработать, привезти туда Кришну и очистить, потому что иначе мы забудем. Представьте, мы забыли какое-нибудь яблоко или где-то там в подвале или в холодильнике. Через месяц нашли в мешке. Там уже, кого там только нет. Вчера вечером я зашел на... Там стояла тарелка с крышечкой. Я приподнялся, посмотреть, что там. Кого там только не было. По рису ползали, муушки. Ну, в общем, там пришли. Подумали, это им оставили. Никто вроде не взял. Сразу вышло очень много живых существ, и они активно поедали этот тарелк. Незаметно. Откладывали там всякие непонятные. в Киевском храме было запрещено оставлять вообще какой-либо просад. Вообще. Почему? Был один случай. Один приедом и Фашиме оставил тарелку с просадом. Он ее как-то там чем-то накрыл. Но какая-то мускулистая крыса пришла, унюхала и сбросила крышку. Небольшие крысы. Мощные. И съела что-то. Немножко. Он не знал, проснулся себе. И поел, и получил сальмонолез. Ну, то есть, заразила эта крыса. Он полностью превратился в банан. То есть, у нее полностью воспаление мозга невосполнимое. И с тех пор у них никакого просада, никакого, ну что уже было. Не то, чтобы смертельный случай, но очень тяжелый. Какое-то живое существо, явно было непонятно. Может быть, прилетела мушка, но она сидела на крысе, когда-нибудь. Ну, на той же. И все это пердоскат. Называется анти-санитарин. И вот Аджамила, он начал прорабатывать с нуля. и в конце у него сын родился. В 70 лет родился сын. Ну, я не знаю, что это было, кали-юга, не кали-юга, не знаю. Трудно сказать. У нас это много, а если они жили там 100 тысяч лет, может, не так много, я не знаю. Прорабатывать не упоминает, какая это была юга. Он назвал его Нарайна. Конечно, это была аккумуляция его преданности в молодости. Кришна дает знания, задвление памяти. И он сказал Нарайна, сын Нарайна. И вот он вызывал Нарайна, Нарайна, Нарайна. И когда оставил тело, он тоже пришел Нарайна, Нарайна. Потому что пришли в Вишку в Ямадуту. И они его связали хорошенько и стали уже вытаскивать. Он, конечно, был в шоке. Там такие персонажи, ой, я скажу, тяжелые. Страшные просто. И но он крикнул Нарайна. И пришли в Вишну Дуту, погнали Ямадуту. И Прабхабада пишет комментарии. Вишну Дуту было совершенно неважно в каком сознании он произнес святое имя. Они просто имеют санкцию защищать и приходить и забирать, если произнесено святое хотя бы раз. И они ждали произнесет не произнесет давай произнеси че парень давай и он Нарайна сразу Советский Союз Натась 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 Сразу как только он один раз произнес совсем неважно в каком сознании имя произнесено Вишну Дуту здесь все как только мы приносим святое Кришна сам приходит в это вы же знаете Нама Аватара они говорят так наш Господь здесь и мы будем с ним сразу Вишну Дуты сказали Ему Дута как Бэк Бэк то есть назад и все случилось и Прабхупада говорит это должен знать все просто произносишь что и все Один ученик Прабхупада Саньяси его мама плохо относилась к сознанию Кришны но он как-то пытался через этот гремучий ураган того было все-таки заботиться о ней как мог ну как-то так хотя там в Калиеву Прабхупада говорил ну ничего можно думать о маме ничего ну то есть не слишком близко общаться ничего хотя в принципе с Саньяси не должен как бы но Госпочта не встречался и она оставляла тело он пришел он же священник Саньяси и у мамы еще нет помочь и она посмотрела на него и сказала ну что где твой Кришна он сказал здесь не твой Кришна она сказала здесь мама и она оставила тебя и прабхупада когда узнал сказал очень помог своей маме и очень хорошо поступил молодец так просто она сказала в день смерти просто а где твой Кришна здесь достаточно оп и и вишнудудуды на месте ну если до смерти и не то что ну во время киртана тоже приходит и Кришна и все вишнудуды и все вспытники вместе с Кришной приходят мудрецы и так далее любой киртан мы сейчас пели киртан чугуруча нападмая и Кришна был кто видел у нас глаза плохие прабхупада говорит уши лучше глаз мы ушами слышим Кришна звук а глазами не видим слепые но ничего джиу джагла джиу джагла просыпайтесь и ой господчитаем это история которую прабхупада хотела распространить по всему миру а вот здесь у нас текст сегодня шестнадцатый в начале главы обсуждается что в третьей и пятой песне уже обсуждались и адские планеты и там разные страшные вещи и возникли вопросы как не попасть в ад и вот здесь как раз описывается уже было описание варна ашамы и брамачарь и аскез разных искупление грехов прояшчика все это описывалось и на этом Махараджа Парикшит не вдохновился он сказал не вся эта прояшчика вся эта кармическая благочестивая деятельность это это как слон который вроде помылся в реке потом выжил и решил поспать и лег на бок сразу стал грязным бесполезно то есть очищаешься снова и грязнишься очищаешься и грязнишься прогресса не будет и вот тогда выслушав это Шукадевы сами начинают говорить правду вначале он просто решил так сказать проверить Парикши и сказал глупость ну с точки зрения преданных вот так как Парикши был предан и Господин он сказал да это нет ищи дурака нет я не такой глупый я знаю что это не сработает и тогда он начал говорить правду и в этом тексте вот эта правда это и говорится человек смоет все грехи если будет служить истинному предному Господу Гуру Сэрвы это очень важная вещь каждое утро мы поем по милости Гуру мы обретаем милость Кришну без милости Гуру мы не сможем ее обрести Гуру Сэра личное служение духовному учителю я в детстве телевизор любил смотреть особенно всякие образовательные научные каналы мне нравились себя любил учиться с детства сейчас тоже люблю и была в Советском Союзе в атеистическом государстве было телеканал наука и религия все было очень интересно и я посмотрел я не был религиозным человеком я родился в городе в котором абсолютно не было ни одного храма этот город был создан Сталином в 43-м году во время войны и все социализм был настоящим образцов показателем ни одного храма не было то есть я был полным атеистом но мне нравилось смотреть в амку религию и там один раз показывали монастырь христианский были монастыри еще в Советском Союзе несколько штук один из них был в Омске город Омск происходит от звука ом в октябре Гагарина Махараш когда я приехал в город Омск хохотал как ребенок на каждой машине было написано циферки и ом 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 и и вот показывали там были какие-то молодые монахи было лет 25-30 с бородами в рясах черных и они рубили дрова зимой на морозе фу они и их спросили что это вы делаете сказали это трудовая трудовая повинность духовная духовный труд да упражняемся для Бога дрова рубили и они как-то весело отвечали что-то смеялись я посмотрел и как-то я подумал монахи вроде такими не должны быть что-то весельчики какие-то я посмотрел что-то и как-то мне не захотелось дальше смотреть и я подумал ну надо переключить монахи веселые мы тут начали показывать настоятеля храма прямо лицо весь экран и вот он мне понравился как человек я посмотрел и думаю ох какой классный дедушка у него были яркие глаза и большая седая борода и его спрашивали ну как вы думаете вот вы настоятелем монастыря были да и он спросил оператор какие перспективы у вашего монастыря ну что будущее как вы видите и он чуть не расплакался он сказал не знаю думаю вот умру и все закончится он уже старый был и этот оператор он начал спрашивать как а там же монахов 20 штук во дворе а этот настоятель как-то начал правду говорить чуть не плачем да они только хохотать и могут и дрова рубить а на молитвы засыпают нет ничего с них не выйдет и я подумал вот тена действительно представьте засыпают на молитве только хохочут я тоже подумал какие-то странные монахи и он сказал а из них никто не выйдет берем набор сделали знаете студентов а кто из них в академике выйдет из этих ничего не будет и тут раз дверка открылась в его комнату и зашел такой мальчик невысокий школьного возраста лет 15 и у него была такая серенькая рубашечка какая-то и какие-то штаны брючки то есть он не был даже в ряде и этот оператор сразу развернул раз я увидел ну это живая просто они снимали живой эфир раз он развернулся на дверь и настоятель говорит и уходи уходи отсюда а этот оператор режиссер говорит а почему подождите стойте он говорит за мной и они побежали за этим парнем бросили настоятеля побежали потому что тут плачет сидит и они кричат мальчик стой они его догнали он говорит а мне запрещено говорить с вами он говорит почему не знаю он говорит а ты кто я школьник как ты учишься он говорит ты хорошо учусь а что ты делаешь я после школы прихожу сделаю домашнее задание прихожу настоятель и что-то задали ничего интересного нет обычно школьник пришли обратно и говорят и снова а почему вы думаете что будущего нету в монастыре они тоже на энтузиасты хотят а он говорит да вот единственная надежда на этого парня единственная надежда ну а он молится с утра до вечера вот при себе то и держу а его спросили парня что ты делаешь он говорит да ничего то поесть принесу то постираю одежду и ушли и ушли короче ну что какой-то прачка ну не ясно повар прачка потеряли интерес а настоятель говорит а вот вот единственный то парень вот везет что-то и выйдет потому и держу при себе поближе то есть гуру-сэва я подумал ух ты монахи топорами махали хохотали громко кричали Иисус воскрес а этот парень какой-то простенький какой-то где-то и странно единственная надежда всего монастыря на этом передача закончилась началось что-то еще я подумал так это интересно то я стал премен рак-бабах-бах я стал премен и тут тоже я узнал что есть понятие гуру-сэва личное служение духовному учителю и считается что это в тысячи раз мощнее чем просто служить тоже служить нам это сразу рассказали я это услышал впервые в году в девяностом в советском союзе старшие преданные они говорили что гуру-сэва личное служение святому ващнаву это очень важно это нужно достичь и сделать это нужно обязательно лично служить святому ващнаву и один преданный рассказывал пример он инициировался не помню в 89 в 89 году по-моему он инициировался и он рассказывал что он услышал про гуру-сэву а его гуру он приезжал был часто доступен и он пришел на даршан в гуру и сказал я слышал есть гуру-сэва личное служение он сказал да правильно а кто тебе сказал кто кто сдал сдал не сдал он говорит вот такой это преданный рассказал на лекции он говорит да это так и правда что это более офенсивно он говорит да это очень благоприятное личное служение гуру Он говорит, а можно мне выполнять Какое-то личное служение для вас Он сказал, да Кто-то так обрадовался Гуру даст личное служение Он ожидал, что там, не знаю Может быть, ковер выхлопалось Из квартиры, ну где он живет Ну что там, по-своему думал Гуру сказал, я очень тебя прошу Пожалуйста Читай каждый день 16 кругов Джапа И тот ученик подумал, я уже читаю Он сказал, да И ты можешь следовать четырем регулирующим принципам Для меня Он подумал, так это я тоже не делал Он еще подумал и сказал, да И если хочешь, если есть возможность и время Пропофедуй Все, хватит Этого достаточно Кто-то очень явленно поклонился И вышел И все думал, одевая башмаки Так не понял, я хотел личное служение А мне Джапу Принципы и проповедь Ну я говорю, все делал Тогда уже проповедовал Читал, конечно, Джапу И следовал принципам И я был расстроен Он говорит, не получилось, наверное Получить личное служение Не дал Но когда он вышел из квартиры На гачничную клетку В подъезд Он сразу увидел, что вся жизнь поменялась Теперь служение Которое он делал Стало личным служением Гуру Он говорит, моя жизнь сильно поменялась Очень круто Вот это очень важно То есть мы не должны ждать Какого-то особого служения Например, Шири Пропаде Можем лично служить Пропаде Нет проблем с этим Правда? Можем следовать его наставлениям Читать 16 кругов И также Гуру Пожалуйста, повторяю 16 кругов Надо вспомнить так Это мое служение Гуру Служение Пропаде И тогда уже другое будет настроение Повторение совсем Что вместе с Гуру, с Пропадой За одним плечом Пропада За другим Духовным учителем Мы сидим Харея Кришна Харея Кришна И так далее И так мы должны Все наше служение делать Как Гуру Сел Это совсем не сложно Не надо там что-то Раньше вставать И меньше есть Или там что-то там еще Писать по утрам Тилакой Святые имена На санскрите На руках и ногах Это не обязательно Я видел разных преминок Всякие бывают Еще одну историю расскажу Я был в Святой Дхаме С одним духовным учителем Очниником Пропада Саняси И у него был личный слуга Он делал все Он редактировал книги Которые писал Духовный учитель Готовил ему просать Стирал Вообще все А я вот Просто А я гулял Охранял Гуру Во время прогулок Я вместе с ним Читал джаку Ну то есть Надо же еще Тот занят Все время почти Он все время занят А я вот уже Когда Гуру Ну в жизни То я с ним хожу Туда-сюда Он хочет искупаться Я иду с ним на берег Ну и так далее Подаю ему гамчу Ну если он там Хочет В Святом Ововом Озере искупаться Ну короче Выполнял Вот вторую функцию То есть В жизни Его сопровождал Служил его Трансцендентному телу Занятому Преодом Служил И Мы пришли В один храм Надо сказать Что это Духовный учитель Он мне сказал Ты должен читать Каждый день Лап То есть 64 круга Ну вот так И получалось Потому что он тоже читал И я с ним гулял И мы все читали Ну короче Мы вместе читали Получается И Мы пришли в один храм Там жил Какой-то Местный Настоятель храма Вайшнав Какой-то Я не знаю Какой-то Он не исходновский Он видел еще И бактисданту Сарасвати С Прампады Встречался два раза Как-то он такой Известный пленный Ну сейчас Он там от тела Остань Я не помню Какая-то Ну что-то такое Но он был нормальный Там никакой Данжири Курим То есть Присоединился Брамачарию Всю жизнь был Брамачарию Потом стал Братой Черным И так далее Спокойно жил Там в храме И как-то раз Мы пришли в этот храм Это очень известный храм Тотагапинадха Там господчитание Каждый день приходил И там божества Он вошел в Тотагапинадха Господчитание Очень святое место И мы приходили туда Когда посещали И там вышел Один раз вечером Этот Садху Вышел из дальнего уголочка Вышел И был вот этот гуру И был Я и слуга И он так И он знал Что в Исконье Как бы Куропад разрешил 16 читать И он подошел Гуру И спросил А сколько ты Куропад читаешь Я тогда сказал 64 И он сказал Ах Хорошо Урага Бородовался Повернулся ко мне Говорит А ты сколько читаешь Я ему сказал 64 Он сказал Ууууу Хорошо Повернулся к слуге И сказал А ты сколько читаешь Тот так знаете Расстроенный Так упустил лицо И сказал 16 И даю Ядус сказал А почему 16 Он 64 Он 64 Почему 16 И гуру сказал Он мой слуга личный Гуру Сев Он все Занять Все время Стирает Ну Готовит Но этот Садхук так обрадовался, он тут же прыгнул на него и обнял, сказал, Гуру Сева, Гуру Сева, Гуру Сева, окей, шестнадцать, окей, Гуру Сева. Потому что эти шестнадцать превратились, очень много, умножились, преумножились очень сильно, стоят еще раз. Он говорит, а, Гуру Сева, хороший мальчик, хороший мальчик, твой, ага, вот. Вот. Мы все должны служить Гуру, Гуру Сева, делать. Это любой добропорядочный, разумный и приятный, он скажет, Гуру Сева, чай, это чай, это великая удача. Мы распространили одну книгу, получили результат сто книг, мы распространяли, там, проповедовали два часа, получили результат проповеди двести часов, и так далее. Это очень просто, ничего менять не надо, нужно это в сознании. У нас же общество сознания Кришны, главное сознание наше. Внешне мы можем вести себя очень смиренным каким-то образом, нет проблем, очень смиренный, преданный, а он столько служений делает. А внешне выглядит, что там, ты книги опять распространил, что тогда еще небольшие. Ну, ничего, ничего. Зато он с такой медитацией на удовлетворение Кришны и Прабхабы, для них, для них распространял. И тогда это Гуру Сева, вот и в этом здесь не говорится. Потому что, на самом деле, вот как Шил Ниранжа Ассани его спросили когда, расскажите о Прабхабахаре, я его два раза увидел, и так далее. Вообще, первый раз увидел на вторую инициацию, за очередь первую получил. Ну, что там, тысячи учеников, их много. Прабхабахаре, он уже в годах, ну, и занят очень сильно. Но, как-то раз Ниранжа Ассани вернулся из Нью-Йорка, и там была встреча в первом Нью-Йоркском храме. Помните, это бесценные дары. И там было, ученики Прабхабы собрались, и он тоже пришел послушать, как они рассказывали о Прабхабахаре. Они рассказывали истории, в Рамананда был тоже, и плакали, вспоминая Прабхабахаре, разные истории. Он говорит, и я прошел, что я не записал, мобильников не было, а микрофоны не было. А потом, и когда его попросили, тоже давайте, Махарад, что-то расскажите. Он два раза видел, что-то сказал немножко. Он сказал, я в основном как бы следую наставлениям Прабхабахаре. Я говорю, ты все, что я могу, мне остается только следовать наставлению. И они как-то так, ну, недолго он говорил. И потом они, он подвозил Брамананду, первого президента Нью-Йоркского храма, на машине в Нью-Йорк. Они ехали вместе с машиной, пошли к машине. И Брамананда сказал, уже наедине, когда они вышли, он сказал, я, конечно, могу часами говорить про Прабхабахаре и плакать. Вот ты вот рассказал там о своих храмах на Украине, при Балтике и Белоруссии. И я вижу, что твоя преданность в Прабхабахаре больше, чем я, крепче. Я могу плакать во Прабхабахаре, но служение большого не дело. А ты, ты пару раз видел Прабхабахаре, но зато ты так, хранишь это сердце в своем, и ты служишь больше мне. Он сказал, мне кажется, твое сознание Кришны лучше, чем у меня получилось. Очень интересно. И он рассказал в Киеве на лекции. Вернулся и просто поделился. Он там правду говорит. Иван же в Москве не говорит, а в Киеве говорит, что там есть те, кто его могут понять. Мало сказать, надо, что поняли еще. И там ученики, и там ученики, и там, и там сотни, и там сотни. Ну, не получается. Он пытался одно время говорить одно и то же, рассказывал. Я делал то, что здесь. Он начал одну программу, заботы о преданных учениках. Он их вместе собирал и устраивал общение. И потом мы сказали, о, он еще в Москву поехал. Вот повезло тоже москальчан. Он приехал и сказал, я пытался делать то, что здесь в Москве. Ничего не получилось. Это никому не понравилось, даже ученикам. Есть же понятие храм сердца гуру, да? То есть там, где он может свое сердце открыть. А есть просто место, и у учеников вроде тоже сотни, но только отклика нет. Он говорит, он говорит, я говорил то же самое. Ну, тоже, наверное, он сказал. Я говорил то же самое, что здесь. Здесь это выразилось то, что преданное, как одна семья вместе, там, сердце к сердцу. А там ничего не произошло. Эффекта не было. Атмосфера осталась холодной и сырой. Очень пультирует. Хотя тот же махарадши и инфицированные ученики. Просто другие. Поэтому, да, если мы должны как бы держать нос по ветру. Нас тренируют. Мистерство Саняса, как бы, студент Саняса колледжа. Нужно приехать и побыть в район, посмотреть, куда они, как преданное, что думают, как понимают, чтобы как бы в ту сторону тоже, ну, как бы, пытаться. Как знаете, нельзя колодить кошку против шерсти. Плохо кончится. Так и здесь, в проповеднике, я могу сказать то же самое, что где-то там, в другом месте, где преданные были счастливы. А вы, допустим, расскажете, а что это он вообще говорит. Если такое бывает с моим гуру, то почему со мной не бывает. Это известно, финально. И нас предупреждают. То есть, мы должны внимательно смотреть, что кому говорить. Потому что мы в конце все были счастливы. Ну, я надеюсь, что я соответствовал, так сказать, философии текста и говорил элементарные истории, которые не связаны с местом времени и обстоятельства. Мы говорили на личные темы, мне повезло. Мне правда повезло. Ну, вот у нас скоро будет уже конец. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии. Мы обсудили общий смысл шестой песни, да, вот это святое имя. И мы обсудили, что Гуру Сева. Здесь описывается Гуру Сева. И вот на эту тему говорили. Потому что, а сколько можно вопросов? Один человек по одному задает или сразу пять можно? Как у вас в храме? Не, я-то что, вопрос спросил, а я потом три часа буду рассказывать, а другие будут ждать свои вопросы задать. Ну, это будет один, потом другие, потом второй, потом другие. Я же не знаю, как у вас. А я-то, вот как вы скажете. Вы же, ну, вы же, я же. Простой советский брамор. Да, да. В общем, мы получили. Я знаю. Я знаю. Я только вопрос, у меня, относительно первой темы. Когда вы сказали, что за мысли в Калинину ничего не бывает. и человек не упадет в ад. У меня сложилось такое впечатление, что когда мы говорим о том, что ад – это нечто, когда-то нас может ожидать, то на самом деле мы задумываем о том, что ад может быть здесь и сейчас, в нашем сознании. То есть прервание с этими мыслями может человеку создать это состояние ада уже здесь и сейчас. И вот когда мы говорим, что ад будет когда-то или духовный мир будет когда-то, мы себя отделяем от этого понятия, то есть сознанием мы живем здесь и сейчас. Вот у меня такое совершенно счастье. Так, хорошо, спасибо, что сказали. А что я должен сказать? Все правильно, да? Ну то, что все равно нужно их контролировать. В этом смысле я к тому, что они и невинные мысли. Глядя на то, что вам на мне ничего не будет за это, а нести за это ответственность за мысли. То есть потому, что мы глядя не только на свидании людей, а потому, что мы по ним, можно сказать, и атмосферу тоже в новом паске. А что я должен сделать? Вы меня просите, что сделать? Я пока не понял. Что я должен сказать? Нет, потому что оно немножко, ну как сказать, это так или не так? В смысле, вы говорите про ответственность или про то, что арт, то есть что так или не так? Ну просто, просто я думаю, что очень многое разрешается, вот как говорится когда в лекциях, очень многое позволяется, меняя на камею. Но, по сути, мы тогда не несём ответственность, то есть как бы нам спускается с рук. И глядя не несёт ответственность за свою руку. Хотя он этим наносит вред по себе, и в данный момент, и в данный момент, не когда-то, а он сейчас может это создать себе, и окружающий. Да. И вы предлагаете с этим бороться, что ли, или что? Нет. Что надо сделать? То есть вы пишете? Какой смысл говорить, что за это ничего не будет, если на самом деле уже им сейчас не наносится? То есть наносится в реакции в окружающие люди? В это окружающие люди. А сейчас? Десять сейчас. Ну, вы, наверное, просто не представляете, что такое ад. На Земле адских условий нет. Земля – это средняя планета. Здесь нет адских условий. И не будет. Потому что есть полубоги, которые не допустят ад на Земле. То, что здесь происходит – это не ад. Что вы? Это вообще легкая прогулка. Скажу вам по секрету. Была такая вьетнамская война. Вьетнам воевали. Коммунизм начал двигаться через Китай, на Вьетнам, через Филиппины и на Австралию. Американцы остановили марш коммунистов во Вьетнаме, чтобы до Австралии не дошло. И была война между Советским Союзом и Америкой. То есть коммунизм шел, победное шествие, и их остановили. Была война. И туда мобилизовали молодых ребят американских. Это было во времена правопада. Киртанананду хотели мобилизовать. И так далее. Уже повестка пришла. То есть это была реальность. И Народима с вами воевала в Вьетнаме. Ну, то есть и так далее. То есть это реальность. Это была большая война. Планетарная. И там, когда медики фиксировали смерть солдата, да? Они же как-то смотрели, фиксировали и там сообщали родственникам. То очень много смертей было от несмертельных ранений. Допустим, осколком гранаты посвящена нога. Ни голова, ни живот, ни нога. Ранение в ногу. И кровь. Многие не от потери крови. Она быстро, ну видно, немного вытекла. Свернулась. Он умер. Больше дефектов нет. Вначале медики, они просто не понимали. А как они умирают? А что мы ему скажем? От ранения в ногу погиб? Как что мы скажем родителям? Ну, это просто бред какой-то. Как от ранения в ногу можно погибнуть? Бывает. Люди без ноги живут. Невероятно. И потом они только поняли, что эти изнеженные американцы, они умирают от болевого шока. Это боль неожиданная. И они умирают от боли. То есть они не могут боль перетерпеть. Слаб человек здесь. Ада не будет. Они от несмертельного ранения дохнут. Ну, ничего у нас не будет адского. Какие ады? Что вы? Мама не горюй. Ну, то есть это невозможно. Это невозможно. Это невозможно, как говорят у нас тут на Украине. Не будет такого просто. Что такое адское. А? О-о-о-о. И так далее. Ну, как-то. Понимаете? И счастья тоже. Ничего там нету. Что? Какое тут счастье? Ну, что тут счастье, да? Там что? Сходите в дискотеку. Ну, что? Ну, и что? Да? Ну, ладно, тортик съешьте. Ну, если вам дадут сразу двухкилограммовый, то вы сразу, ну, живот болит на утро. Ну, и так далее. У нас ничего. Ни наслаждения, ни счастья. У нас нету. Ни ада, ни рая. Нету. Поэтому эти все теории о том, что у нас тут ад, нет тут никакого ада. Это рядом не стояло. Это там тысячная доля того, что в аду. Там совсем плохо. Очень плохо. Понимаете? Поэтому никуда мы не попадаем. Мы просто живем с плохими мыслями. Нету. Это какие-то христиане говорят и другие философы. Есть целый ряд философий. Они говорят ада о земле. Нету никакого ада. Что вы говорите? Где я только не жил? Нету никакого ада. А? Все субъективно. Кришна говорит во второй главе мандрас. Счастье и страдания субъективны. Это философия, курс Бхактишастра. Это субъективно. Никакого ада нет. Нет никакого ада. На земле не будет. Это не ад. Тут его очень трудно сделать. Очень-очень трудно. Ну невозможно. По сравнению с тем, что там, нет. Это не ад. Это так. Тень. Небольшая. Такая. Такая. Чтобы так. Воззвать людей и их послушать. Поэтому я не могу с этим согласиться. Ну то есть. А насчет того, что люди расслабляются и думают как хотят. И там не хотят принимать ответственность. Ну вот смотрите. Женщинам и детям разрешается быть как дети. Аль траля-ля-ля-ля-ля. А я сошел с ума. Ля-ля. Может женщина сказать и все скажут. Ну Матаджи. То есть. Я не стану на мгаларате. И все. Управу все подъемы. А Матаджи половина. Куда-то они пропали. Ну и так далее. Вот пример. Да. И что мы с этим будем бороться. Всех Матаджи строить. Нет. Просто выгонят. Если мы начнем это делать. То есть. Какие люди есть. Какие люди есть. Мы работаем. Как есть. То есть. Вы говорите безответственно. Ну как есть. Да. Матаджи половина приходит на мгаларате. Да. Да. Может это заметили. Я не знаю. А у них причины есть. Да. Причины. Матаджи. Так и здесь. У человека думается. Думается. Как мальчик спросили. Ты где был. Он говорит. Я это. Гулял. Так ты же в магазин пошел. Я шел. А потом пошлось в парк. Ну. То есть. Я шел в магазин. Ну. Поецкий. Ребенок просто. И так далее. Шел распространять книги. Закончил. Приятием просада. В пиццерии. И так далее. Ну так далее. Да. Что еще сказать. Что это нужно еще сказать. Мысли есть в Калиюбе какие есть. Потому что мы морально неустойчивы. Ну. Так мы не говорим. Мы просто нестабильно. Утром хотим одного. Днем другого. Вечером третьего. Утром хотим Кришне служить. Днем так. И еще. А вечером уже. Не хотим Кришне служить. Нет. Такое может быть. И мы всех принимаем. Никого не выгоняем. То есть. Да. Ну. И на воскресной программе даже можно в Краме пожить. Ну. Да. И что? Да. Такая ситуация. И у них нет наказания. Нет наказания. Мы говорим. Хорошие предные. Круги читаешь. Да. Ну все. Заходи. Нет. Потому что утром их читают. А вечером не читают. Нет. Ну. Это по тактике. Правильно. А пора это по отношениям. То есть. Ты не сможешь говорить у меня по отношениям. То есть. Есть ли какие-то мысли. Да. А у тебя какие-то отношения. С этим предным. И с какого-то буричья происходит. Да. То есть. Тебе кажется. Что ты как бы. Ты же вроде просто думаешь. А на самом деле. Ну. То есть. Ты же не. Ну. Потому что ты не в вакууме живешь. Да. Я продумаю. То есть. Немножко дальше. Когда мы думаем. Не обязательно. Совсем не обязательно. Смотрите. Вы просто. Рассматриваете предного статично. Опять же. Читая. Я вчера пробовал. Лекцию как-то читал. Его спросили. Курить это плохо или нет? Он сказал. Надо смотреть. Не могу сказать сразу. Если человек курил пачку в день. А сейчас уже курит всего две. То это очень хорошо. Это прогресс. Он уже почти бросил. Его надо вообще прославить. И помочь. А если он не курил и закурил. Это плохо. Ну. То есть. Надо смотреть. Откуда. Две сигареты в день с нуля. Да ну в ухо это падение. А если двадцать и стало два. Так его. Он уже почти кончил. И все так. Бам. Вот это да. В Советском Союзе такое было. Сколько сказать. Он не был гору тогда. Он просто. Просто говорит. Он сказал. Надо смотреть. Динамику личности. Динамику личности. Динамику личности. В некоторых странах динамика личности не отслеживается. А в некоторых отслеживается. Это зависит от уровня развития исконы. Динамику. Или как конкретного храма или личности. Понимаете да. И вот пример. Допустим. В некоторых странах говорят. Нужно понимать что все преданные. Мы все учимся. Учимся. Мы учимся. Тренируемся. Мы же ученики. Это значит что мы становимся все лучше и лучше. Потому что с каждым классом или с каждым курсом мы получаем большее знания и реализации. И мы просто делаем как надо. И все ждем. Как это. Светлого будущего. Нет проблем. Это не двуличие. Мы просто учимся. И пока еще не умеем. Но учимся. Это не лицемерие. Это нормально. Это называется. Мы признаем или не признаем. Мы учимся и развиваемся. Первый раз встал на лед на коньках. А потом через год. Не узнать человека. Понимаете. Понимаете да. Нужно просто дождаться. И вот сейчас я плохо думаю о предном. Но я же ващнаф. Я же очищусь. Что-то дар панамарджинам. То есть. Святое имя очищает сердце и ум. Надо просто подождать. Не надо сейчас ему говорить. Зачем говорить. Ну эту мысль. Может я подожду и все закончится. Примерно. Сацуруха Махарадж. Да. Это он описывал. В одной из лекций говорю. Он говорил. Когда я присоединился. К храму Прадхупада. Я был парнем 22. Наверное. Не помню. 23 может. Молодым парнем. Времен. В Нью-Йорк. Времен сексуальной революции. Свободы секса. И секс была очень важная часть моей жизни. И Прадхупада впервые на лекции я услышал. Секс только для зачатия детей. Он пишет честно. Я сразу же забыл это. Просто сразу понял. Даже думать не надо. Это не мое. Просто не мое. Все. Так у него было с сексом. Но я начал читать джапу. Начал ходить на обеды к Прадхупаде. И так далее. Через месяц я заметил, что секс куда-то делся. Его просто не было. Я сказал. Я начал думать. Чего помню. Чего-то не помню. Я заметил, что его просто не было. Он очистился. Через что? Груссера. То есть мы можем думать. Ничего. Нужно просто поприезжать. И оно уйдет. Понимаете? И вот это будет честно. А то говорит. Я не могу и тормозить, и не прогрессировать. Вот это тупизм. Ну, глупость. Есть такое словечко в нашем академгородке. Тупизм. Ну, то могу. Хорошо. То есть объявлять. Да, да. У меня плохие мысли. И не прогрессировать. Нет. Лучше взять и с ними разобраться. Понимаете? Вот это будет честно. К этому, в общем-то, нас призывает. Практика Бхатиюни. Мы не смотрим назад, а смотрим вперед. А будущее у нас хорошее. Почему? Киртан, реакция назад. Нам помогут. Без вариантов. Потому что Кришна сомневает. Мы все вернемся в духовный мир. Вы знаете? Все присутствующие, все отсутствующие, приемные вернутся в духовный мир. Весь вопрос – когда? Как говорит Илья Владимировна Свами, с каждой ложкой просады на шаг ближе Кришне, с каждым святым имением на шаг ближе Кришне, с каждым поклонным и маленьким служением на шаг ближе Кришне. Нужно пройти. Вот это честно. Вот это правда, которую мы говорим в Господе. Обычно. Это нормально? Я уже не так скажу. Это моя реакция на ваши слова. Ада и рая тут нету и не будет. А нам надо учиться. Вот это. Вот это. Вот это. Ну да. Я же не против. Я же поэтому… Вы диспетчер. Я не против. Я же просто… Я спрашиваю. Я говорю. Вот диспетчер. Вот диспетчер. Туда. Нет. Я не дискутирую. Я просто свое мнение говорю. Ну то, что когда человек продолжает настаивать на своей точке жизни, тогда получается, что это безусловная дискуссия. Мне нравится. Да? Хорошо. Мне все нравится. Все равно не Кришне. Я любил все вещи, которые на Кришне-consciousness. Нет. Благо. 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 Плохое вещание… Так. За мытии. Ну что? Все? Спасибо большое, многие боевые. Здравствуйте. Старом ко мне. Смирный. Спасибо. Старь. Здравствуйте. Спасибо. Что-то не так сказали. Вы же какие-то честные философеры сказали, как меня учили.